Музыка Музыка Так, друзья, у меня много интереснейших материалов. А это теперь уже не чисто мои материалы. Я долго, много лет пытался подружиться с настоящими учёными. И вот пример одного из них. К сожалению, представить В.В. Грибкова более подробно я не могу. Позади ломание компьютера, потеря переписки, много чего ещё. Когда пытаюсь где-то сэкономить, получается ещё хуже. То есть я потерял много связей. Одна из них потерянная связь, но не потерянный опыт. Итак, В.В. Грибков. Однажды он сказал, Константинович, давай вместе напишем статью. Вот. И в данный момент это статья. А в целом это его выступление где-то на Дальнем Востоке, на какой-то региональной конференции по садоводству. Вот. Сам он работает в заповеднике, но у него высшее образование, опыт и по садоводству тоже. Вот. И для меня, учитывая, что это была чисто научная конференция, а я появляюсь в пенсионной Нонграде в Москве, там запрещено меня печатать в центральных газетах. Там меня отключили микрофон и фактически выгнали с международной конференции по инновационным методам работы. Вот. Я цепляюсь за любую возможность. Последний из них выглядит так. Телеканал Мир приедет в Кемерово, где два класса, пятый класс, посадили мои косточки по моей технологии. Будут снимать. Вот. Идем окульными путями. Прямой путь в Москву закрыт. Итак, посмотрим. Прошло 5-7 лет, когда появилась эта статья. И он выступил. А потом она попала, вот наш, вот этот совместный труд наш попал в какой-то сборник. Он был напечатан. И, наверное, благополучно забыть. Никакой революции с удовольствием не произошло. Ну что, давайте посмотрим. Естественно, что здесь больше ссылок на меня, на мою, на эту самую, назовем это, опыт. Но, все это глазами Б.В. Грибкова. Вот. Я ему выступаю первенством в том, что здесь написано. Вот. Читаем. Итак, Грибков – это заповедник Бастак. Вот. Это еврейская катаномная область. А Железов – это опытное созвуческое хозяйство. Да, сожгли ребят на мусыгах мой сад. И у меня осталось теперь большой, довольно дачный участок с ортами мировых стандартов и опытом, приобретенным на том сожженном пятигектарном поле, саду. Поехали. Я буду просто цитировать нашу разработку, потому что есть и слабослышащие, и слабовидящие, кому что пригодится. И многие больше с голоса, чем со слезящимися глазами, как у меня, это все могли бы прочесть. Итак, аннотация. В данной публикации приводятся рекомендации по некоторым альтернативным приемам в садоводстве, основанной на многолетием опыте авторов. Мне уже 37 лет в этом саду использовалось. В данной сфере на территории Хакасии и Еврейской автономной области. Ключевые слова – Дальний Восток, саженцы, морозостойкость, прививка, плодоношение. Дальше я смотрю что-то на английском языке. Чего я бы был учить, все равно это все забыто. В настоящее время в Еврейской автономной области промышленного садоводства нет. Лишь частные приусадебные сады с небольшим набором плодовых культур. За некоторым исключением. И очень редкие маленькие приусадебные питомники. Наш опыт выращивания садов в Еврею 17 лет. У Валерия Красивича Железова в Пуценокурском 30 лет. Это значит где-то 6-7 лет назад была напечатана эта статья. Весь этот опыт можно выразить в следующих коротких рекомендациях, которые могут пригодиться не только дачникам, а и садоводам, любителям Дальнего Востока. Исключение пересадки саженцев и выращивания только на месте. Ампутированный пересадкой центральный корень делает культурное дерево менее морозостоким и беззащитным перед морозами. К тому же пересаженные деревья саженцы не успевают вызреть за короткое лето и погибает отнюдь не от мороза, а от недоношенности. А мороз только играет роль санитара, уничтожая все неполноценное. Исключаем пересадку углубления в так называемую ямку для полива. Именно в этой ямке и происходит разрушение коры штамба и корневой шейки из-за отсутствия проветривания, избыточной сырости и образования замерзающих луж на промерзшей земле в начале весны. Часть аберрикоса погибает сразу, некоторые доживают это полудношение, но все же обречены. Садить надо как можно раньше, еще когда земля оттаяла только на несколько сантиметров. Для этого надо исключить посадки в большие ямы, где земля обогащена минеральными и органическими удобрениями. Здесь мы придерживаемся принципа посадка саженца в обогащенную почву снижает простокость дерева. Все делаем наоборот. Раз усвоенно нужно пересаживать, то первые же оттаять в сантиметре землю нагреваем в виде кургана. В центре делаем небольшую ямку строго по размеру корней. Сохранность корневой шейки обеспечена. Высота кургана тем большая, чем больше многоснежный регион. Но курган должен быть пологим в избежание вымерзания корней. Возьмем к примеру абрикос. Его деревья очень болезненно переносят обрезку. Должна быть полностью исключена так называемая обрезка на кольцо. Но эти раны не затягиваются свежей корой и служат для проникновения в организм дерева морозов, грибков и бактерий. Только укорачивали и только ранней весной, и только в случае крайней необходимости. До сих пор нерешенным остается вопрос с морозокими подвоями. Широко распространена практика прививок культурных абрикосов на сливу, волочную, степну и песчаную вишни. Результат. Массовая гибель саженцев, первые годы жизни, или чаще в случае доживание до пологношения. Это плав, плату за прививку более высокоростных деревьев, на менее высокоростные и кустарники, плюс частичная или полная биологическая несовместимость. Лучшим подвоем для культурных абрикосов, в скобках, высокоростных деревьев считаем именно маньчжурский абрикос. Он самый высокоростный из данного вида и хорошо совместим с уже имеющимися на Дальнем Востоке культурными абрикосами. Удерживает отрицательные температуры до минус 45 градусов без повреждений, очень урожаем, но имеет периодическое положение. Чаще через год или два из трех. Почти самобесплоден. В культурных садах соседство из-за половой связи с культурными абрикосами может облагородиться и потерять статус дикого. Кстати, у меня так и случилось. Семенное размножение. Косточки маньчжурского абрикоса могут, почти не теряя всхожесть, храниться несколько лет, но могут пробудиться из-за программированного короткого периода покоя в любое неподходящее время года. Осенняя высадка косточек дает результаты от 0 до 90% схожести. Я тут делаю маленькую вставочку устную. Садил 1500 штук, зашло 170. Садил осенью. Но я фактически, это было неудача, мне хватило этих 170 зашедших на второе поколение. Зато я получил лучший из лучших. То есть это было начало селекции. Вначале проверить семена на плавучесть и выборковать все всплывшие косточки. Садить как можно ближе к зиме, так как оказавшись в земле, семена осенью могут при осеннем потеплении ошибочно почувствовать, кавычках, весну, раскрыться и погибнуть морозы. Тоже может случиться и весной. Вначале семена оттепель, провоцирующая прорастание. Затем мороз и гибель большинства семян. Но природа присмотрела такие варианты и меньшая часть косточек имеет особую программу. Не взойти даже при благоприятных условиях, отлежаться под землей и взойти на следующий год и даже позже. Косточки надо садить на символическую глубину менее 1 см. Глубже, вроде бы, сохранней. И на схожесть сильно не влияет. Но у саженца природная кардиовая шейка оказывается под землей и сгнивает. Кстати, поглубже, да, сгнивает. Да, это ошибка. Причем ошибка представителей эпизодной науки. Там даже лучше всходит. Почему? Это я маленькое уточнение. Значит, вот стараешься посадить поближе к поверхности, а вдруг засуха. А ты не полил, не взойдут. Верхний слой моментально засыхает. А которые посаживают под науки, там 5, 6, 7, 8 см под уровнем почвы, там чуть-чуть сырее. И они успевают проснуться, получается, лучше, чем те, которые по железу у поверхности. Да, в дальнейшем это скажется качество. На качество посадки скажется глубина. Чем ниже глубина почвы, на которой закопана, чем она тоньше, тем впоследствии здоровее саженцы будут. И никогда не погибнут уже хотя бы по этой причине. А те, которые оказываются глубоко под землей, просто гниют. Не сразу. На первый, второй, третий, пятый. Зависит уже будет от других причин. Например, от влажности почвы. А влажность почвы будет зависеть от того, сугрина, сулпись или чистая грина. И в чистую грина тоже садят. Дальше. Очень эффективная стратификация. Хранение при положительной температуре к нулю. Обычно это погреб или холодильник. Мы закладываем косточки и семечки сразу после Нового года. Точнее угадать невозможно в емкости соседника сырым песком. Большинство косточек порастает, аккуратно к апрелю. Тут надо делать так. Еще чуть-чуть раньше пройду. Надо плясать от срока посадки. Где-то снег лежит, а где-то уже сыны цветут. Поэтому, значит, лишний не будет сказать. Сливом я даю три месяца. Почти три месяца я даю вишням. Все остальное. Яблоням даю месяц. Грушам, абрикосам. Грушам, абрикосам, грушам, абрикосам я даю два месяца. То есть, кто-то там собирается садить, например, в мае, то есть, ему придется те двухмесячные, те же абрикос, отсчитывать эти 60 дней в обратном порядке. А кто-то собирается садить еще в день в марте, например, в Украину, там, получается, надо будет в январе садить. Ну, в общем, арифметика простая. Прививка и способы прививки изложены тысячекратно. Делаем лишь уточнение. Желательно исключить прививки за столом, летние-осенние прививки любыми способами. А прививки почкой исключить даже весной, так как на штампе всегда появляется опасная рана после ампутации подвойной кроны выше культурного побега. Вместо ядовитой побелки гашеной известию на зиму и на апреле обматываем штампы нижескалитных веток белой стеклотканью. Но одной решаются еще две проблемы. Наполнительное утепление и стопроцентная защита от мышей. Нужно научиться правильно сажать саженцы и навсегда отказаться от посадки в так называемые ямки для полива. Есть гарантия, сгнивают корневые шейки. Другая проблема в садах не менее острая. Рыночная и посылочная продажа осенью, массовая гибель саженцев, посаженных меньше месяца до зимы. Выпадет до мороза снег, глядишь, обойдет беда стороной. Не выпадет, ударит морозы. И поздно посаженные, но не привившиеся саженцы, уподобляются палки, воткнутые в холодные земли и замязать с гарантией. Но мы этого заранее не знаем. Мы придумали посадку и прикоп одновременно. Саженец садится на упомянутый уже пологий холм высотой 40 см и диаметром около 1 м. Затем на него нагребается земля выше прививки за 20 см. Таким образом, саженец уже посажен на постоянное место и часть его защитна от мороза. Широко распространенный традиционный прикоп в лежачем положении опасен тем, что место ожидаемых морозов может случиться и вот теперь. И проливные дожди, и саженцы проверены на грушах и абрикосах просто сгнивают. А если и обойдется, то весной прикопанный саженец успевает до пересадки прижиться даже лежа. Затем получается, что второй раз пересаживает, в кавычках, потеряв когда неделю, а когда и месяц, из короткого лета. Надеемся, что изложенные высшие приемы позволят увеличить продолжительность жизни плодовых деревьев на невосточных садах и продвигать более южные сорта на север и восток. Вот и все. У меня получилось, что обычно я больше 30 минут не делаю записи. И так как, надеюсь, будут новые участники в этой смотряцы, зрители, смотряцы как-то, слово не то вроде, зрители, то я всегда показываю, как попасть. Набирайте сайт с одного до железного, сайт по русски, три слова, например, в Яндексе, например, в Гугле. Три слова по исключению набрали, оказываетесь вот здесь. Это единственный на планете сайт особый. То, что вы здесь увидите, вы не увидите, не прочтете никогда, нигде на всей планете. Вот. Имеем ли мы право учить вас вместе с грибком? Смотрите сами. Здесь фотографии только из моего сада. Вот. только из моего сада. Это всего за несколько лет, из 30 лет активной работы. Здесь еще нет фотографий, я их специально исключил из сгоревшего сада. Чтобы они мне не напоминали об этом пожаре, о грехих годах, когда мацегристы все-таки дождались, когда надо поджечь. Ну и еще много-много-много-много-много. Вот. Редкий случай. Вот Грибков, профессиональный ученый, является савтором того, что вы вышепрочили. А вот Тарсун-Полон-Доскобилов, заведующий лабораторией аграрных проблем Абаканского аграрного института. Вот. К сожалению, так мало, так мало, так мало. У нас так мало. Вот. Садоводов, в принципе, мало, а уж ученых-садоводов, которые умеют выращивать сады, практически не осталось. Поэтому Тимиревская Академия питомник присвоил мою фотографию. Крупнейшие питомники России последний скандал, это сады Урала украли около десятка моих фотографий. Сейчас идет в избирательство. Вы извините, мы больше не будем. Ну и так как еще есть 10 минут, я вас чуть-чуть поучу. Я вынужден это сделать, потому что я сам недавно был дурак-дураком, я этого не знал. Итак, Яндекс, набираю любой, это, например, А, скромно начнем, А, В, О, С, Так, например, А, Мур. Почему Амур? Это Дальний Восток. Вот. И вот, когда я вот так нажал, я теперь гляжу. Надеюсь, это мой Амур. Вот. Вот так вот сделаем. Перед нами богатейшая коллекция. А вот Амур. Учитесь. Вот один мой Амур. Вот. А вот второй мой Амур. Так. Идем дальше. Это тоже мой Амур. Видите, что такое САЦИП? Давайте нажмем. О, я вас обманул? А? Нет, я вас не обманул. Я попал на свой сайт. Вот. А вот этот. А вот это уже присвоили. Смотрите, как присвоили. Дальневосточный Абрикос. Вот. Я сейчас нажму и окажется, смотрите, найти изображение в Яндексе. Давайте посмотрим, сколько их. Эй, показывай, показывай. Не хочет. Жалко. Ладно. Посмотрим дальше. Дойдем до следующего Амура. Вот он. Хоть бы открылось. Найти изображение в Яндексе. Вот. Это моя фотография у меня. Это 100% моя. Не 90, не 99, а 101% это моя фотография. Она есть. Вот среди тех, где мы с вами я вам показывал фотогалерею. Она там есть. У нее там есть номер фотографии. Все есть. А здесь я вам показываю, сколько ее раз украли. Почему? Смотрите. Видите? То все вот эти сейчас покажу. Вот. Видите? Вот, купить в Москве. Уже понятно, что раз купить в Москве, значит, это фальшивка. 850 рублей. Я вас учу, как не попасться на удочку мошенникам. То есть, нет, раз эта фотография моя, то они явно свое сады не имеют. Это скромный сорт, вырастить легко. Значит, они где-то с юга привезли и вам подсунут. А потом все это замерзнет. Поэтому я вам показал вот вот этот вот. Видите? Как просто купить абрикос Амур, в Арзамасе, Духлетку, в Челябинске, вот, пожалуйста. Только его назвали Хабаровским. Вот. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это только пример с Амуром. Может, еще тут есть мои фотки, надо поглядеть. Я вам три показал, да, потому что это вот. как вот это вот посмотрим. Ага. Вот моя фотография вот уже стал десертным. Видите? Грустно, господа, грустно. Посмотрели на одном примере? Ну, вот. Сейчас я вам покажу еще что-нибудь. Я вам сейчас покажу. Многие из вас впервые это увидят. Например, абрикос. Например, мой любимый абрикос. Вот. Он выдающийся, он увеличен на минимум два раза. О, академик. Давайте смотреть. Вот мои фотографии. кстати, вот эта вот рука. Видите, как, насколько я много знаю. Вот. Ну, ее кто-то присвоил, да. На самом-то деле, ой, ладно, боюсь говорить. Смотрите, вот эта третья фотография, она моя. Давайте посмотрим, кто ее присвоил. Сейчас. Я вернусь назад. Давайте посмотрим. Вот тут вот. Может быть, никто не присвоил. Может быть, где-то в статье она. Нет, нет, нет. Дальше счастье Лопа. Короче, эти товарищи, вот. А, нет, страница на сайте. Неужели Сой заговорил или Страх? Страницы больше нет. А фотография в моем саде. Вот она. Давайте посмотрим, а сколько жизнь их украла. Нажимаем правой мышкой найти изображение в Яндексе. Смотрим. Вот видите, сейчас вы видите ужас. Это называется тихий ужас. Вот. Думаете, это все? Нет, теперь мошенники разворачиваются ее, вот смотрите, она нет. Вот еще куча их. Так. Вот такие дела, братцы. это еще не все сейчас если посмотреть, да, вот. Посмотреть. Итак. Ага, вот это моя, вот сад Сип, все по-честному. Видите? По-честному. Вот эта фотография, она сделана в моем саду. Только подумай, что это уже не Амур, а Королевский. Так, а как, давайте посмотрим, кто-нибудь украл ее или нет. Найти изображение в Яндексе. Смотрим. Ага, раз, два, три. Ну, поменьше, ну, прилично. Вот. Видите, как, в Алма-Ате свои вырастить не могли, ну, честно, написали, что Королевский. Вот написали бы, что Железова, а мы перекупщики. Вот так вот. А если посмотреть, там, можно еще куда-нибудь забраться. Вот его назвали уже Рви. Давайте посмотрим. Интересно, вот до чего я крутой, уже иностранцы воруют. Абрикосом Королевский. Воровать толком не может. И где сейчас? Армения. Ой, господи, я там был. Там такие замечательные сады. Ну, неужели до того опустились, что это, что уже это самое, из Сибири вот они воруют картинки. А я правильно говорю, многие делают свои логотипы, многие, так, и они перестают дать моими. А мне потом говорят, это не ваши фотографии, и чуть-чуть мне так намекают, что я чуть ли не мошенник. А вот он есть, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, сейчас еще раз, видите, САДСИП, вот он, САДСИП, САДД, по-английски, ТЕРА СИП. А почему вот здесь фотография? Потому что здесь есть моя статья. Безнедрение ведро клетки, ГМО, не к ночи будет вспомнита. Поняли, да? Это те, более серьезные из вас люди, кто захочет не просто иметь САД, а хочет понять, откуда мы взялись. Почему я увеличил его размеры вдвое? Потому что мне осталось говорить ее минуты, я скажу, самое главное на свете, ради чего я живу, это тоже мой. А, видите, САДСИП, это тоже мой, ну, уже зацепиться не будет. Главное, успеть сказать главное. И так, видя, что, возвращая на юг, увеличится размер и раз, более благоприятный свой, видя, что мне удалось прививками и многократным повторением прививок открыть закон, который называется, не закон, а методику, которая называется исходи метра, и плоды начинают увеличиваться и уменьшаться, и тогда влияние подвоя не влияет, я тогда открыл, а мое открытие звучит так. Первые деревья, которые появились на земле, были не просто культурные, а были сверхкультурные, которые должны быть только в райском саду. Попав на землю, они дичали, возвращали свои качества, снова дичали. Наука бесконечным пересевом семян и косточек. довела их до полудиких, было потеряно множество сортов, и результаты этого мы садов практически не имеем, а то, что имеем, кушать не хочется. и так, методика железа это возвращение культурных качеств до библейских. То есть, они попали на землю, вот то, что вы видите, они попали на землю культурными. это важнейшее мировое открытие. Те, кто утверждает, что посадить косточку, и она задичает, это чушь собачья. Можно быстро задичать, засуточать условия, можно практически не дичать, более вот таких, мягких условий, но с помощью прививки можно сохранить их качество, улучшить качество. И это является проснувшееся качество предков, при этом доказывает, что мы, Божьи люди, мы не с этой планеты, не только мы, но и деревья. Всех вам удачи. Вот. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok